МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Огненск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова и Георгий Розуваев. Вот о чем мы расскажем сегодня. Приняли единогласно. Депутаты Огненского городского собрания утвердили бюджет на следующий год. Нейтроника 2018. В Наукограде проходит научно-техническая конференция, посвященная тематике реакторов на быстрых нейтронах. Рождественский пост начался. Православные верующие готовятся к одному из главных христианских праздников. Анимационная карусель. Стартовал 13-й городской фестиваль детского кино. В среду 27 ноября прошло очередное заседание Обнинского городского собрания. На повестке дня стояли 12 вопросов, касавшихся различных сфер жизни Наукограда. В их числе проект бюджета города на ближайший год, который был принят единогласно. В устав города Обнинска было внесено несколько изменений, чтобы документ соответствовал действующему законодательству. При строительстве индивидуального жилья теперь необходимо подавать уведомления в администрацию и согласовывать проведение работ с ней. Также в уставе прописывается, что органы местного самоуправления имеют право осуществлять мероприятия по защите прав потребителей. Пункт 3. Уточняется ограничение деятельности для осуществляющего свои полномочия на постоянной основе депутата. Здесь у нас имеется сравнительная таблица и, уважаемые депутаты, все, я думаю, уже посмотрели о том, какие имеются изменения и какие предполагаются, не предполагаются, а должны быть ограничения при работе депутата, который работает на постоянной основе. Изменения были приняты единогласно. Вновь обсуждался бюджет. Геннадий Ананьев ознакомил участников собрания с прогнозом социально-экономического развития города на период с 2019 по 2021 годы. Подвел итоги 2018 года. Людмила Коновалова ознакомила депутатов с проектом бюджета на предстоящие 365 дней и плановый период 2020 и 2021 годов. Прокомментировал озвученные данные председатель контрольно-счетной палаты Геннадий Артемьев. Представленный прогноз социально-экономического развития разработан на основе одного варианта сценарного развития. Мы обращаем внимание, что прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области ежегодно разрабатываются на вариативной основе, ну а в то время в Обниске используется один сценарий развития. Бюджет был принят единогласно. Депутаты также внесли изменения в положение о земельном налоге Наукограда. Согласно проекту, ставка земельного налога под гаражами увеличится с 0,35% до 0,5% и с 1% до 1,5% под объектами торговли, общепита, бытового обслуживания и другими. Изменены налоговые ставки и данное решение по заключению комитета по бюджету финансовому налогу представляется довольно замешанным и предлагается принять собрание решения о земельном налоге в городе Обнинске. Ранее руководство Обнинской клинической больницы попросило освободить медицинское учреждение от земельного налога в 2019 году. Пришли к компромиссу, льгота на землю в 40%, но депутаты в ходе обсуждения отказались предоставить льготу, потому что больница и так получает деньги из городского бюджета. Уделили этой ситуации внимание и на заседании. Кто-то не услышал, а кто-то не захотел услышать. Депутаты, уважаемые депутаты обсуждали вопрос, что если не решается или что лучше решить, или дать льготы на землю, или дополнительно выделить медсанчасти, дополнительные деньги, которые шли бы непосредственно на зарплату и вот в частности скорой помощи. До следующего заседания, высказался глава представительной власти Обнинска, еще есть время. Все варианты будут рассмотрены, а после будет принято взвешенное решение. За положение проголосовали единогласно. Не нашлось возражений и в ходе принятия схемы прилегающих территорий на ближайшие три года. Далее, по мере необходимости, она будет корректироваться. Рассматривались и решения об изменении границ Обнинска. И Боровская администрация просит поменять один участок на другой, в связи с тем, что этот участок, который они просят поменять, также необходим для развития населенного пункта Криска, в связи с тем, что пока он к нам не переходит. Вопрос был рассмотрен на комитетах. Решено было дать положительный ответ. На городском собрании предложение также было поддержано депутатами. На базе физико-энергетического института с 28 по 30 ноября проходит научно-техническая конференция «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики. Нейтронникан-2018» – это один из самых авторитетных научных форумов по тематике реакторов на быстрых нейтронах. Елена Ершова продолжит тему. На конференции рассматриваются вопросы развития ядерной энергетики, физико-технологическое сопровождение эксплуатации ядерных реакторов, анализы, исследования характеристик реакторных установок и другие вопросы. Конференция «Нейтроника» у нас ежегодная. Она проводится с 1989 года. В следующем году у нас юбилейная будет конференция. Конференция проводится для специалистов, которые занимаются реакторами разных типов. К нам приезжают как специалисты из разных предприятий Росатома, так же из различных вузов. К нам приезжают студенты и аспиранты. Большинство – это наши АТ, Московская площадка МИФИ, так же к нам приезжают студенты-аспиранты МГУ, Баумовский институт. Общее количество участников у нас всегда примерно 120 человек в среднем, может быть и больше, до 150. В этом году у нас практически одинаковое количество как и гостей, так же как и наших сотрудников. В рамках «Нейтроники» пройдет конкурс молодых ученых, итоги которого подведут на молодежной секции, которая впервые появилась в программе конференции в 2017 году. Одна из основных целей конференции – обмен опытом, передача знаний молодежи. Уже второй год мы выделяем молодежную секцию на конференции как отдельную. А в рамках молодежной секции у нас проходит конкурс молодых ученых, где мы награждаем победителей. У нас шесть призовых мест. Участие в конференции талантливых молодых ученых-физиков дает понимание того, что у атомной энергетики хорошее будущее. Елена Ершова, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. С недавнего времени дорога, ведущая из Обнинска через деревню Кобицыно в сторону Балабаново претерпела изменения. Был произведен ремонт дорожного полотна, поэтому передвижение стало более безопасным. Помимо этого, 27 ноября на перекрестке заводского проезда улицы Циолковского были установлены светофоры, которые будут регулировать движение пешеходов и автомобилистов на этом участке. На данный момент они находятся в нерабочем состоянии, но участникам дорожного движения уже следует привыкать к изменившейся ситуации на дороге. Городской суд оштрафовал одну из торговых организаций Обнинска на сумму 250 тысяч рублей за привлечение гражданки другого государства к работе уборщицы без патента. Должностное лицо, допустившее правонарушение, также привлечено к административной ответственности штрафу в размере 25 тысяч рублей. Проверка систем пожарной безопасности в Обнинских торгово-развлекательных заведениях выявила значительные нарушения в деловом бизнес-центре «Капитал». Собственнику было дано время, чтобы устранить нарушения, однако в установленный срок это не было сделано. Офисы и помещения со второго по седьмой этаж 28 ноября были закрыты до устранения нарушений, а первые и цокольные этажи продолжают работать как и прежде, так как с системой пожарной безопасности там все в порядке. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 27 ноября рано утром на улице Красных Зорь произошла небольшая авария. Со слов водителя КамАЗа, проехав нужный поворот, он решил сдать назад. Мужчина убедился в отсутствии машин и начал маневр. Но на его беду сзади подъехал автомобиль марки «Крайслер». В итоге водитель грузовика не заметил стоящий за ним транспорт. Лишь услышав непонятный хруст, мужчина остановился и вышел из салона, обнаружив за КамАЗом поврежденную переднюю часть кузова иномарки. В 11.00 на участке дороги с круговым движением Курчатова-Маркса столкнулись две иномарки. Водитель за рулем автомобиля марки «Ки» остановился пропустить поток машин по главной и получил удар в заднюю часть кузова, отследовавшего за ним Рено. Столкновение произошло на небольшой скорости и, к счастью, обошлось без пострадавших. Буквально через полчаса местом следующей аварии стала территория стоянки торгового центра на проспекте Маркса. По всей видимости, владелец иномарки «Фольксваген» не учел габариты своего транспорта и врезался в проезжающий мимо автомобиль «Киа». И на удивление минивэн получил больше повреждений. Люди не пострадали. В этот же день в полицию Наукограда поступил сигнал с проспекта Ленина, 137. Кто-то похитил недавно установленную антенну для подачи интернета, которая была установлена на крыше здания будущего супермаркета. Сумма ущерба на данный момент устанавливается. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства и точные детали произошедшего. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания Обгинск ТВ. 13 сентября в Калуге в микрорайоне Маленники пропал 29-летний Сергей Мосин. Мужчина проживал в деревне Михеева Малоярославецкого района, страдает психическим заболеванием. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим звонить по телефону 112 или 8-910-705-83-51. Мама Наталья. Сегодня у православных христиан начинается рождественский пост, который продлится до 6 января. О сакральном смысле этого действа рассказывает благочинный города Обнинска протеерей Сергий Вишняков. Пост предшествует одному из двух наиболее значимых праздников – Рождеству. Воздержание в пище, молитва, борьба со своими страстями – все это помогает верующему человеку сосредоточиться на работе над внутренним миром. Они делают упор на пищу и ничего кроме этого не делают. Их можно уподобить людей, по слову святых отцов, которые спахали поре, но забыли запосеять. Это те, которые постятся, но не морятся, не исправляются внутренней жизнью. Другая категория воцерковленных людей, наоборот, в пост больше внимания уделяет духовной стороне своей личности и не останавливается только на отказе от некоторых видов продуктов. Такой подход считает благочинный, более взвешенный. Он напомнил, что общепринятое представление о посте как о некой диете под православным соусом не совсем верное. Например, святая церковь не налагает дополнительных обременений для больных людей, для тех, кто находится в положении, для детей, для школьников, студентов. Для них есть послабление. Потому что пост – это, прежде всего, усмение своих страстей. Важно сделать упор на том, что отягощает человека. У кого-то воздержание от нескольких блюд на месяц небольшим не вызовет затруднений. Но зато отказ от чего-то другого окажется почти непосильной задачей. Отец Сергий отметил, не у всех получается продержаться от начала и до конца. Но впадать в панику здесь не нужно. Критерий очень простой. Апостол Павел, сколько можешь делать добра, столько и делай. Сколько можешь здесь от зла, столько и воздерживайся. Один готов провести пост на сухарях, другой воздерживается от тех же самых семечек. И для них достаточно. У каждого свой образ жизни, своя мера духовного возраста. Сосредоточившись на исправлении своего внутреннего мира, человек может вспомнить, что главное в жизни – его близкие. Просто находящиеся рядом на данном жизненном этапе люди. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В Обнинске стартовал 13-й городской фестиваль «Анимационная карусель». В программе этого мероприятия предусмотрены не только показы отечественных художественных и мультипликационных фильмов, но и творческие встречи с создателями российского кино. Цель этого фестиваля – воспитание экранной культуры подрастающего поколения, популяризация российского кино и знакомство с лучшими режиссерами. Такие премьеры фильмов и творческие встречи проводятся для юных зрителей бесплатно. У нас проходит 13-й Обнинский фестиваль «Анимационная карусель». Открытие было его в субботу, прошедшую 22 ноября. Продолжаем мы свои мероприятия в субботу и воскресенье 1 и 2 декабря. 1 декабря будет показ в кино, очередной выпуск. А 2 декабря у нас будет творческая встреча с режиссером-аниматором. Мероприятие востребовано среди подрастающего поколения. После просмотра кинокартин дети с удовольствием остаются на творческие встречи, чтобы задать режиссерам российского кино и анимации вопросы. Думаю, что именно благодаря тому, что мы проводим фестивали в городе очень давно, потому что был такой период, когда люди в кино вообще не ходили, перестали ходить. И вот именно благодаря нашим фестивалям, то, что это было бесплатно, доступно, у нас в городе очень много людей, которые любят кино и ходят в кинотеатр. За время проведения городского фестиваля «Анимационная карусель» ребята познакомились с такими создателями отечественного анимационного кино, как Григорий Остер, Юрий Энтин, Юрий Норштейн, Мария Муат и другие. 2 декабря в кинотеатре «Мир» состоится встреча с мультипликатором, режиссером-сценаристом и художником Андреем Соколовым. Он также представит обнинской детворе свои новые мультфильмы. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это была программа «Новости». Мы желаем вам всего доброго. А следующий выпуск смотрите завтра, как всегда, ровно в 19 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова